Самые умные, эрудированные и талантливые представители школ всей Минской области, а это 64 учащихся из 19 районов, собрались в Солигорском государственном колледже. Здесь состоялось открытие третьего этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам русский язык и русская литература. Мероприятие прошло в торжественной обстановке с участием эстрадной студии «Созвездие талантов» и хореографического коллектива «Лотос» Центра творчества детей и молодежи Солигорского района, которые подарили участникам олимпиады свои музыкальные номера и танцевальные композиции. На церемонии открытия присутствовали также и почетные гости – представитель Минского института развития образования, председатель жюри олимпиады, начальник управления по образованию, спорту и туризму Солигорского райисполкома Игорь Цибулько. С напутственным словом к детям обратилась Ольга Зуева, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русского языка БГУ, главного факультета страны по подготовке филологов. «Вы выбрали русский язык. Это язык международного общения. Это второй государственный язык в нашей стране. Это язык богатейшей международного масштаба культуры и истории, которая тесно взаимодействовала с историей нашего народа. Главный принцип – участие, не победа. В любом случае, победа над собой, личностное развитие – это олимпиада, это конкурс. Вы молодцы, что нашли силы, время, здоровье принять участие в этом важном и большом соревновании». К слову, команда Солигорского района на третьем этапе Республиканской Олимпиады представляет 71 учащийся. Дети уехали во многие города Минской области, среди которых Вилейко, Молодечно, Жодино, Несвиш, чтобы принять участие в олимпиадах по различным учебным предметам. В олимпиаде по русскому языку и русской литературе, которая проходит на нашей малой родине, примут участие семь солигарчан. Это учащиеся 11-й средней школы, а также 1-й и 3-й гимназии. Олимпиада пройдет в два дня, в вторник и среда. В первый день дети пишут письменную работу, отзыв, а во 2-й, 15 января, дети пишут комплексную работу. То есть два дня насыщенных пройдут именно на решение конкретных задач. Кроме того, учащимся, участникам олимпиады, вернее всем, предоставляются разные досуговые мероприятия. Это будет организована экскурсия по городу Солигорску, Солигорскому району, посещение музея птиц в агрогородке Краснодворцы, также посещение музея трудовой славы УАО «Беларуськалий».